Ребята, всем огромный привет! Добро пожаловать снова на мой канал. Кто со мной не знаком, меня зовут Лада. И сегодня нас с вами ждет видео, которое уже, ну давненько так не было на моем канале, но я знаю, что это одна из самых любимых ваших тематик среди моих видео. Это расхламление. Что мы сегодня с вами будем расхламлять? У меня есть некоторые участки в моем доме, которые не мешало бы расхламить. У сына старшего закончилась школа, закончился школьный год, и нужно перебрать немножко вещи в его шкафу. Из кое-каких деталей своей формы он вырос. Некоторые майки ему стали маленькие, некоторые шорты школьные ему стали маленькие. Нужно их сразу убрать, потому что к началу следующего года будем покупать ему уже новую форму. Нужно освободить место, убрать все это подальше. Также у младшего сына кое-какие вещи стали ему малы, их тоже не мешало бы перебрать. Кое-какие шкафчики у меня есть, которые давно уже просят моего внимания. У меня на рабочем столе творится кавардак, там тоже не мешало бы прибрать. В общем, вот так. Мы будем с вами расхламлять отдельные зоны. Я сегодня без мейка, практически без прически, потому что занимаюсь домашними делами. Надеюсь, вы меня за это простите. Ну что, если вам требуется немножко мотивации, чтобы тоже пойти и расхламить что-то там у себя дома, то, что давно просят расхламление, но никак руки не доходили, то, конечно же, оставайтесь со мной. Мотивацию я вам обещаю. Так, ну что, заходим в шкаф моего 12-летнего сына. Ну, в принципе, не все так плохо, как можно было бы себе представить. Тут у него висят майки, которые он надевает каждый день, также с длинным рукавом, свитера. В общем, все такое осенне-зимнее. Вот представьте, какая у нас зима, что у него из зимних вещей. Вот два свитера, одна вот такая куртка, и то он их не носит, его невозможно заставить. Вот он носит пару худи, и все. Вот сейчас там тоже переберу, посмотрю, может быть, какие-то худи ему уже малы, свитера какие-то малы. Сейчас посмотрим. Здесь у него школьная форма, и... Ну да, только школьная форма. Верх школьной формы, и здесь низ от школьной формы, и вообще у него там шорты висят, все такое. На полочках здесь носки, пижамы, футбольная его форма, тренировочная и для игр, и так далее. Здесь у него финки, ну, такие зимние штанишки, джоггерсы всякие. И это тоже, он практически ничего отсюда не носит. Он даже зимой в шортах ходит, его невозможно даже зимой, нашей, зимой, в кавычках, заставить надеть что-то с длинными ногами. Вот, ну что, сейчас я начну это все перебирать. В принципе, не такой сильный у него здесь бардак, надо убрать только то, что мало, и более-менее здесь порядок навести. Здесь тоже положила вещи, которые после стирки, их тоже надо перебрать, потому что здесь много школьных шорт его. Ну, сейчас посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все здесь закончила. Все повесила, все разложила. Вот что расхламила, это форма расхламления. И вот эти вещи, которые ему маленькие, тоже все это пойдет на благотворительность в Донейшн. Дальше у него есть вот такой комод в комнате, в котором чего только нет. Мне уже очень давно чешутся руки здесь все разобрать, но вообще никак времени не находится. Сейчас как раз такой случай, когда это можно все расхламить. Вот здесь, вот в этих двух полках нижних, я у него держу всякие такие штучки сентиментальные с его детства. Его рисунки, его рисунки, какие-то такие штучки для дня рождения, баннеры, все, что я ему делала, пока он рос. Вот, сейчас посмотрим, что здесь можно расхламить. Ой, боже мой, там, по-моему, даже какие-то его старые тетради школьные. Сейчас буду смотреть. Это я! Дед, это не ты, это Масик. Вот здесь различные его рисунки нашла. Вот это он рисовал. Это я? Папа, мама, наверное. Я, Масик. Собачка у нас была, Слафик. Нет, тебя здесь еще нет, вот ты еще тут не родился, малыш. Различные его рисунки. Конечно, все надо оставить. Это уже в школе он рисовал. Наверное, задание какое-то было. Ай, каши, это я. Это у него была высшая степень за четверть. Все отличные были оценки. Девочки, вы не представляете, какое я здесь письмо нашла. Это письмо от Аиста. Макс очень долго просил братика. Он ждал, ждал, ждал. Дождался он, наконец, когда ему было восемь с половиной лет. И я сделала ему, ну, знаете, такой, как сюрприз. После того, как мы узнали, что мы беременны, мы положили ему вот это письмо. И маленькое какое-то зернышко, типа семечки. И написали письмо, что, типа, вот, наконец-то ты меня дождался. Я принес вот это зернышко, твоя мама должна его съесть. И после этого у тебя появится братик. Вот, я даже не знала, что оно здесь сохранилось. Надо его обязательно сохранить. Нашла тут сентиментальное письмо. Но это, по-моему, было первый раз, когда он сильно упал или ударился. Или в школе это было, или в садике. Нет, скорее всего, в школе, потому что он здесь уже пишет. И он написал про это целую историю под таким он был впечатлением. Что он упал, ударился. Ногой, по-моему, он сильно ударился. И они отвезли, они отвели его в клинику. И позвонили маме. И мама приехала, забрала его домой. Вот сначала он тут упал, потом он сидел несчастный. Вот тетя звонит маме. И потом вот мама приехала грустная. И они с Максом вместе уехали домой. И он после этого был счастлив. Нашла тут очень много именно вот заданий всяких, которые он выполнял. Как тесты всякие. И посмотрю, от них, наверное, избавлюсь. Оставлю только вот такое вот сентиментальные подделочки и все такое. Потому что очень много здесь всего. Боже, я даже не знаю, сколько у меня сейчас это времени займет. Это все здесь расхламлять. Расхламила ящик вот до такого состояния. Не смогла я выбросить все. Ну вот, ругайте меня. Но я сентиментально очень мамашка. Пока я не готова. Пока расхламила вот до такого количества. Может быть, года через два снова пересмотрю. И, может быть, еще от чего-то избавлюсь. Не знаю. Также у меня вот целая куча открыток, которые ему дарили на дни рождения. Также здесь, когда он только родился. На baby shower его дарили. Тоже вот. Ну, не поднимается рука у меня. Пока их выкинуть. Пока лежат. А вот столько всего я расхламила. Смотрите, как много. Я молодец. Вот это все было забито. И избавилась в основном от всяких заданий, которые он выполнял. Какие-то тетради, которые в конце года приносил домой. Вот, в принципе, это все так не нужно было. Вот здесь еще баннеры для дня рождения. Оставила я для дня рождения. Вот здесь это для Матвея, скорее всего, уже он будет расти. Здесь и Майнкрафт, и Сплатон. Я думаю, что лет в 10 он тоже все это будет любить. И пригодится всякие растяжки, баннеры на день рождения. Это у меня будет рождение? Ну да, это у тебя будет рождение. Мы тебе на стеночку повесим. Хорошо? Окей. Так. Ну все. Сейчас я начну расхламлять вот этот второй ящик. Здесь тоже сейчас скомпоную. Много тоже растяжек на день рождения. Тоже всякие поделки. Сейчас их вместе вот здесь соединю, и будет красота. Может быть, тоже половина отсюда уйдет в мусорку. Субтитры сделал DimaTorzok. Девочки, смотрите, когда Масик был совсем малыш, я ему вела вот такой альбом. Конечно, у Матвея сейчас такого альбома нету. Знаете, как поговорка, да? С первым ребенком. Я уже не помню, как эта фраза звучит. Там с первым ребенком следим, чтобы, не дай бог, там к нему кот не подходил. Со вторым ребенком. Ребенок делится с котом, а с третьим там ест из миски кота. Ну вот примерно та же самая история. С Матвеем у меня такого нету. А с Максом вот я такой делала альбом. Это даже тест сохранила на беременность. С Матвеем, кстати, тоже сохранила. Это наша беременная фотосессия. Потом фотографии с УЗИ. Это мой baby shower. Baby shower – это в Америке есть такой праздник. У малыша, ну вернее, у мамы. Когда она беременная, все девочки пособираются, приходят, дарят подарки. То, что нужно малышу. Потом рождение его. Все сохранила. И бирочки с ручки, с ножки. И всякие вот эти штучки. Для Матвея все тоже это сохранила. Но вот нигде, пока это не прилепило, лежит все в коробочке. Сертификат о рождении, копию его сделала. Так, здесь у меня сохранилась даже штучка, которая у него на пупочке была. Ну, не сам пупок, конечно. Но вот эта пластмасска, которую я держала. Так как мы приехали домой, его привезли. Все, шаг за шагом. Такая память. С мамой, с папой. Да, я была блондинкой, девочки. Первое купание. Первое Рождество. Первый раз в зоопарке. И все такое. Крещение его. Вела его до того момента, пока он не начал ходить. Как он начал ходить, уже все. Уже ничего невозможно было делать. И остановилась. Но и то хлеб. Такое сделала память. Так. Все у меня вот эти два ящика. Сентиментальные. Свелись до одного. Вот сколько на выброс. И сейчас вот эти для дня рождения. Все штучки уберу. У меня есть специальная коробка, где я держу все для дня рождения. Туда все положу. Вот. А тут прям вот хорошо поместилось все в одну полочку. Может быть, еще года через два пересмотрю. Вот эта штучка тоже. С его беби шауры сохранила. Вот эта тоже. У меня там были всякие такие штучки. Всякий вот такой декор. Вот. Все это тоже сохранила. Так, что в этой полке. Тоже баннер для дня рождения. Это коробка шахмат. Так. Тут у него всякие книжки. Это тоже коробочка, где я храню всякие штучки. Первые башмачки его. Свечки с торта. Сейчас я знаю, будете ругаться в комментариях. Что скажете, собирательством занимаешься. Да, вот занимаюсь. Мне нравится. Может быть, когда-то я от этого избавлюсь. Пока не готова. Так, что он здесь. Тут тоже у него покемонские альбомы. Эти, как они называются. Кубики, рубики. Латон он здесь лежит. Тут его можно выбросить в коробку. Тут его медали. Он с трех лет занимается футболом. И когда он в совсем младшей группе занимался, им за каждую игру давали вот такие медали. Они их всех собирали. Так, ну что, показываю. В первой полке его альбомы с покемон-картами. И все его кубики, рубики, карты. У нас очень любят фокусами заниматься. Фокусы показывают на картах. Здесь кое-какие его книги. Шахматы. Тут я держу его постельное белье для его кровати. Он просто в стирке, поэтому пусто. Тут тоже кое-какие вещи, которые мне нужны. И тут открыточки, альбомчики, сентиментальные такие штучки из его детства. И вот все, что я расхламила. Вот это все куча. Все идет на выброс. Вот есть у меня такая коробочка, где я держу все для дня рождения. Всякие ленточки, кулечки, шарики. Вот сейчас вот это все положу тоже сюда, чтобы все вместе было. Ну, у Матвея здесь, в принципе, мало что надо расхламить, потому что я у него здесь регулярно разбираю, убираю то, что ему маленькое. Так, ну вот что ты там уже лазишь, а? Сейчас только вот эти рубашечки посмотрю. Мне кажется, здесь от парочку можно избавиться. Вот, а так, в принципе, у него все там нормально. Вот тапочка. Давай. 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 И мы probably done at last. Because I got somewhere to be. And you're done deceiving me. And to thinking I couldn't do better. Yeah, I know I was probably crazy. Thinking someday you'll change. There's nothing left to do now. So I'm playing the game. And so heartbreaker, I've been working you out. You may lose all this sex, but none that you talk about. I'm watching if you move you, making I'm onto you. Come on, heartbreaker, give in and surrender to me. Так, принесла сюда вещи Макса, которые нужно избавляться. И у меня вот здесь еще есть вещи тоже, которые я собираю периодически. И Матвей, и Макса, маленькие. Сейчас я их тоже выложу на кровать, чтобы это все вместе тоже пошло в donation. Форму школьную я откладываю отдельно. Я от нее не избавляюсь, потому что мы планируем, что у нас Матвей пойдет в ту же школу, куда и Макс. А форма там именно, знаете, с лейблом школы продается только в одном специализированном магазине. Моя костюм. Боже, это не костюм, это полотенце твое, когда ты маленький был. Это акула, иди в зеркало посмотри. Вот, и поэтому я эту форму оставляю. У меня отдельная коробка на чердаке. Ну, а если так сложится, что отдадим Матвею в другую школу, тогда эту форму отвезем непосредственно в школу отдадим. Они там тоже ее продают, по-моему, за уценок совсем. Или же они ее держат на те случаи, если кто-то там испачкался, облился. Они тогда дают вот из этого общего фонда какую-то форму. Ну, да, в общем, форма точно не пропадет. Сейчас я все это вытащу сюда и сложу в кулек. И это уже отнесу к себе в багажник. И будет лежать там, пока я не отвезу это на благотворительность. Ты хочешь показать свой костюм? Да. Покажи, подожди. Покажи костюм. Подальше туда иди встань. Подальше. Еще встань подальше. Вот так. Ручки покажи. Вот какая у меня акула. Я акула. У меня здесь в нижнем, в туалете, в нижней ванной комнате есть вот такая корзиночка со всякими уходовыми штучками. Вообще у меня все лежит наверху в моей ванной. Но иногда я держу здесь что-то тоже. Потому что иногда уход внизу тоже свой наношу. Сейчас вот хочу разобрать здесь. Я уверена, что здесь сейчас все пойдет на выброс. Потому что лежит это уже здесь больше года точно. Вот такие у меня были масочки. Я заказывала себе такой набор пробный с глиняными масками. Половина из них использовала, половина нет. У меня тогда начался период, когда у меня начались проблемы с кожей. И я тогда перестала вообще чем-либо пользоваться. И вот пока оно здесь лежало, я думаю, что оно уже негодное. Наверное, это все пойдет в пустые баночки, чтобы я могла потом вам рассказать. Так, дальше вот такая маска сифоровская. Тоже она уже негодная. Я ею регулярно пользовалась. Но вот когда начались проблемы с кожей, перестала. Очень клевая маска, банановая. Кстати, вот с тех пор, не знаю, прошло, наверное, уже года полтора, как я ее купила. Вот из сифоры просто пропали такие маски в тюбиках. Вот такие, вот как один раз я видела, успела отхватить. После этого не видела. Здесь написано, что она на 5 применений. Но мне она хватила, наверное, раз на 20. Я уже, блин, пыталась ее докончить. Думаю, ну когда ты уже кончишься, она мне уже поднадоела. Но вот не успела я ее закончить. Я думаю, что она уже все. Что это здесь еще такое? Вот еще какая-то маска. Та же самая история лежит. Уже не знаю сколько. Это ночная маска от пигментных пятен тоже уходит. Блеск для губ. Вот это все уходит. Потому что это лежит чуть здесь давно. Еще бальзам вот такой с ягодами. Так, это проактив. Это средство от высыпаний. Когда у меня проблемы были, я чем только не пыталась лечиться. Пока не пошла к дерматологу. И вся моя проблема решилась за 2 месяца. Вот это был комплекс. Он состоял из 3 частей. Умывалка, тоник и крем. Вот это был третий шаг. Крем тоже вот. Когда поняла, что ничего мне не помогает. Тоже вот он практически полный. Пошла к дерматологу и не пользовалась этим. Это сыворотка от Lancome. Тоже пробник, тоже пустая. Вот что здесь. Это косметички пустые. Здесь тоже остались. Все, вот это все идет на расхламление. Ну, возможно, что-то из этого я сейчас положу в пустые баночки, чтобы потом им рассказать. Вот рабочее место. Здесь, видите, какое у меня творится бедлам. Это потому что пока я работаю, Матвей мне приносит все свои игрушки. Какой-то мусор, бумажки. Здесь тоже немножко сейчас порядочек наведу. Так, не залезай, пожалуйста, сюда. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, давайте посмотрим, что здесь за богатство. Вот такие рисунки. Так, коврик для мышки дополнительный. Смотрите, девочки, вот как в тему нашла записочку. Это мы делали гадание в новогоднюю ночь. И вот вышло то ли мне, то ли мужу, не помню, я даже сохранила. Срочно выбросите хлам, чтобы не копился по углам. И мигом денежки придут, вас новые покупки ждут. Так что все на расхламление выбрасываем лишний хлам. У меня здесь был такой разделитель, классный органайзер с ячеечками. Это стол из Икеи. И как раз этот органайзер тоже был именно к этому столу, его родной, вместе с ним продавался. Но я его отдала Максу в его стол, потому что ему нужнее ученику. А сама теперь осталась вот без ничего. И из-за этого собирается вот такой вот хлам, срач. Потому что нет никакой организации. Эти кнопки. Это книжка. Еще надо выпросить. Вот так, мои камеры. Но за три года ни разу не пригодилась. Зачек мне не пригодится. Вот так, мишка. Боже мой. Девочка, у меня духи везде. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну вот и все. А вот это у нас все мусор, который я отсюда расхламила. Ну что, девочки, вот такие два кулька огромные и тяжелые я сегодня расхламила. Вот такое вот видео у нас с вами получилось. Надеюсь, оно вам понравилось. Немножко вас вдохновило, замотивировало пойти разобрать хлам в своем доме, избавиться от ненужного и освободить место для чего-то нового. Девочки, огромное спасибо, что продолжаете оставаться со мной, продолжаете меня смотреть, комментировать, ставить лайки. Для меня это просто огромнейшая мотивация снимать дальше. Вот вы не представляете. Если, например, я какое-то видео выпускаю, и оно совершенно не заходит, у меня, вот честно я вам говорю, пропадает вообще какая-либо охота что-либо новое снимать. Если я не вижу комментариев, если я не вижу, в общем, отдачи. Ну а когда я вижу ваши комментарии, то, что вы реагируете, обратная связь, это просто все для меня, вот честное слово, девочки. Поэтому пишите комментарии, мы, конечно же, с вами с удовольствием пообщаемся. Не забудьте поставить лайк, как еще одна мотивация для меня. Добавляйтесь ко мне в телеграм-канал, потому что там все у нас происходит в режиме лайв, там вы точно ничего не пропустите, там мы познакомимся с вами поближе, подружимся. Ну, мы, конечно же, и здесь на ютубе можем подружиться, но просто в телеграме я бываю намного чаще. Здесь я видео выпускаю 2-3 раза в неделю, а в телеграме я каждый день. Мы с Матюшей желаем всем хорошего дня, отличного настроения, и, конечно же, увидимся в следующем ролике. Пока! 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 Пока!